привет привет друзья с вами я виталий и сегодня мне хотелось поговорить с вами такой актуальной летней теме здорового образа жизни фитнес питание грамотные эмоции и так далее то есть многие из вас этим увлечены в эти прекрасные летние дни мы хотим быть в отличной физической форме хорошо выглядеть и многие занимаются идут с фитнес-зал занимается питанием своим и всячески старается прийти к высокому результату чтобы нравится себе на сто процентов я красавчик я классно выгляжу говорят девчата себе давайте об этом поговорим минутку буквально здесь имеется очень важный аспект который многие пускают то есть вы либо односторонне занимаетесь только фитнесом добавляйте к этому немножко питания потом когда складываете и торопитесь получить высокий результат здесь имеется один аспект очень такой интересный и которые вы не видите в цепочке а потом этот аспект влияет на ваша откат откат в прежнее состояние это аспект называется эмоциональность аспект как бы эмоциональный разумный аспект даже так сказать и его можно про хорошо проиллюстрировать вот на фоне ты горы до подъем гору вот скажем так кто из вас последний раз ходил в гору думаю немногие из вас ходили в гору многие из вас занимались там фитнес-зале и на тренажерах там и так далее а опыт хождения в гору он сильно отличается от вот тренажерные нагрузки и так когда вы пойдете со мной в гору скажем так со мной или вот по простой дороге в гору куда вы допустим пойдете то у вас а насчет такой образоваться некоторый стресс как бы стресс ваше дыхание начнет такое безбивчивое быть на такое мелкое на эти дыхание будет и вы так на ваши такое образуется какое-то состояние недомогание да вам как бы не комфортно подниматься вам не хочется подниматься начинает как-то вот не айс называть да и потом какое-то время проходит метров там 100 вы прошли до в гору вам вдруг захотелось пить до захотелось пить вы тянете за воду делайте глубокие глотки воды так вот такое состояние является лакмусовой бумажкой как бы таким тестом вашего эмоционального состояния дело в том что ваше дело как бы она не доверяет вам и вот в это состояние когда попадаете в движение в гору на нагрузка да ваше тело именно начинает над вами усиленный контроль а нас пытается вас остановить куда ты идешь зачем ты идешь что ты делаешь ты себе сделаешь плохо тебе будет больно остановись дыши быстрее пей чаще успокойся и так далее эти команды вам дает тело ваш мозг отдает им команды потому что ваш мозг вам не доверяет управление вами вашими вашими эмоциями то есть ваш мозг пытается отфильтровать от эмоций эмоции стресса эмоции нагрузки и так далее которые поступают из внешней среды вы же движетесь в гору а это не свойственно вам свойственно что делать вам свойственно сидеть в машине ездить пользоваться общественным транспортом очень мало ходить и так далее и организм ваше тело управляет отфильтровывать ваши эмоции и начинает вас притормаживать это папа она показывает вам что вы не управляете своей волей то есть ваша воля как бы делегирована вашему вашему телу ваше тело более разумно чем вы да и вот для этого мы будем такое тестировать себя именно на подъеме в гору я предлагаю вам пройти эту практику обязательно протестировать свое дыхание и свое желание попить воды во время пойдем в гору но вот такой прекрасный летний день когда на дворе 25 градусов тепла и безусловно нам захочется очень быстро пить состояние питья вас нападет не потому что вам хочется пить жажда вас будет а потому что вам хочется успокоиться эмоционально успокоить себя вам хочется ваш ваш мозг будет вам давать команду успокойся остановились попей воды отдохни и тому подобное то есть он будет вас притормаживать он будет вам говорить что вы себя идете неадекватно непривычно для вашего мозга что-то вы делаете неправильно и он будет фильтровать ваши эмоции ваше восприятие окружающей действительности самого своего тела своего организма и тому подобное то есть этот тест очень важный когда вы этот тест будете проходить вы осознаете что вы находитесь под управлением на и вашего тела ваше тело вами управляет так вот следующий будет шаг у вас какой начать научиться дышать дышать во время подъема в гору глубоко дышать соответственно с вашими шагами вам нужно будет осознавать свое движение и осознавать свое дыхание и далее осознавать свою потребность питье как говорится когда вы будете дышать когда вы будете дышать будет на активный обмен веществ будет уходить много влаги через дыхание через тело будет уходить влага вам необходимо будет потреблять воду вы будете употреблять как не немного чтобы успокоиться. А маленькими глотками 2 глотка выпить, 3 глотка выпить, 1 глотка выпить и так далее. То есть осознанное дыхание и осознанное питье у вас будет. Чтобы вы показали своему телу, своему мозгу, своему разуму, что вы ответственный человек. Вы отвечаете за свои эмоции, вы отвечаете за свое состояние, вы отвечаете за свое движение, за свой поступок. Это очень важно, потому что именно это является причиной отката ваших достижений, ваших результатов, которые вы достигаете в фитнес-зале или с помощью диеты, питания. Вы это все делаете, но потом у вас происходит откат, потому что тело все это воспринимает, ваши диеты, ваше питание, как бы это такое питание к летнему сезону или поддержать свою форму, показать свою форму в летний сезон. Для тела это стресс, это стресс, она видит, что вы неадекватны, вы что-то делаете непривычное и неправильное, испытываете какие-то эмоции, как бы не совсем положительные, то есть нет большого эмоционального фона результативного, который бы соединялся с вашими действиями. И поэтому как бы тело ждет, когда все это закончится и опять берет управление на себя вашими состояниями и откатывается результат. Вы опять возвращаетесь с то тело, которое вы были в ту форму и потом вы попадаете в тот же замкнутый круг результата, откат результата и опять пытаетесь его нагнать. Это говорит о том, что ваше тело более разумно, чем вы. Поэтому, друзья, первая практика для вас, это первое задание, это пойти найти гору, попытаться на него подняться. Попытаться подняться, поймать себя на мысли, что вы дышите очень часто, неглубоко, поймать себя на мысли, что вам хочется остановиться и попить воды, успокоиться, как говорится, попасть в состояние комфорта внутреннего и так далее. Как только вы себя на этой мысли поймали, поймали, сразу остановились, осознали, что вы находитесь под управлением вашего тела, ваше тело разумно тормозит и начинаете дышать по-другому, начинаете пить по-другому, начинаете движение по-другому и так далее. Это очень важная практика. Я вам рекомендую ее регулярно повторять, вот на таких горках, и тогда у вас появятся ощущения более полноценные. То есть ваш фильтр, фильтр эмоциональный, который находится, фильтр восприятия эмоций, он будет как бы более раскрываться, более раскрываться, показывает вам мир как бы другими глазами. Вы видите мил, вы видите себя другими глазами. Соответственно, ваш диалог, ваше взаимное доверие с вашим телом будет восстановлен. Тело передаст вам управление вашей волей, то есть вы станете разумным человеком, который осуществляет разумные осознанные действия, поступки разумные, разумное питание у вас, разумное движение, разумное дыхание. Потому что дыхание разумное, оно будет более глубокое, более спокойное. То есть когда вы испытываете состояние стресса, у вас всегда дыхание начинает быть чаще. То есть организм пытается много-много подышать, набраться много кислорода из воздуха, в котором кислорода это очень мало. Почему кислорода мало в воздухе? То есть кислорода 20 процентов в воздухе. А когда вы вдыхаете, даже очень полной грудью вдыхаете, весь воздух вдыхаете, из этого воздуха, из этого воздуха кислород не весь потребляется. Потребляется только 20 процентов из того объема кислорода, который в нем есть. То есть это очень маленькая доля. Поэтому кислород и глюкоза нам необходимы для чего? Для того, чтобы наш мозг очень активно работал. То есть восприятие зависит от питания вашего мозга. Для этого нужен вам кислород и глюкоза. И следующий этап у нас проблема с глюкозой, которую мы именно начинаем потреблять. Какие моменты? Моменты, когда у нас состояние стресса. Ладно, друзья, я очень много наговорил. Надеюсь, получится какой-нибудь заряженный ролик с такой энергичной. Спасибо вам за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь, присоединяйтесь к здоровому образу жизни, правильную цепочку создавайте. Эмоциональное, дыхание, питание, вода, движение. Это жизнь. Пока!